Значит, все вы знакомы с императивным программированием, которое у нас, собственно, включает структурное и процедурное. А какие есть альтернативы, кто скажет? Да, это декларативное программирование, которое подразделяется на еще два подвида. Это функциональное и логическое. Для того, чтобы проиллюстрировать это, мы можем посмотреть на такой пример. То есть у нас есть заполнение массива некоторым числом. Соответственно, мы можем это сделать в императивном стиле, указывая, как это делать интерпретатору. Либо же мы можем просто указать, что мы хотим сделать, и он это сделает наилучшим образом. Функциональное программирование же у нас представляет всю программу как набор функций, которые выполняются одна за другой и передают выходные данные одной функции на входную другой. При этом эти функции являются математическими. А что значит, что функции являются математическими? Кто скажет? Да, это функции, которые не имеют побочного эффекта. То есть на вход приходят данные, на выход результат. Не меняем и не сохраняем никакого состояния. Ну и в императивном подходе мы меняем состояние, как мы уже говорили. То есть мы берем какие-то данные, записываем их, потом производим над ними вычисления и записываем обратно вычисления в память. В противовес этому в функциональном программировании мы применяем функции. То есть есть входные данные, мы применили функцию и отдали на выход, на вход другой функции эти данные. При этом в императивном программировании у нас самый главный оператор присвоения. Вспомните, равно встречается постоянно. В функциональном у нас вообще такого оператора по сути нет. Можете себе такое представить? Как это работает? Давайте рассмотрим. С левой стороны у нас будет JavaScript, с правой стороны F-Sharp. То есть с левой стороны мы берем, объявляем переменную x и записываем в нее 5. В F-Sharp все наоборот. Мы берем значение 5 и даем ему имя x. Улавливайте разницу. Значит, над чем сейчас при реализации экмоскрипта 6 все работают? Знаете? Хвостовая рекурсия осталась нерешенной проблемой. Кто знает, что такое хвостовая рекурсия? Кто скажет? Какая проблема в обычной рекурсии? Правильно, переполнение стека. То есть хвостовая рекурсия – это такая возможность компилятора или интерпретатора преобразовать рекурсию в цикл. То есть мы вроде как пишем рекурсивный вызов, а на самом деле он будет вызван как цикл. Ну и вот такая оптимизация сейчас еще не до конца решена там, но уже давно работает в F-Sharp. И выглядит таким вот образом. Так как это функциональный язык, то у нас все есть функция. Ну, по сути, в JavaScript тоже все есть функция, поэтому тут некоторый паритет. Значит, слева, как видите, это уже запись на экмоскрипте 6. Ну, очень напоминает то, что справа, согласитесь? То есть здесь, что функция возведения в квадрат, что значение a, то есть a можно представить как функцию, которая возвращает константу. Есть такое понятие в функциональном программировании, как прозрачность ссылок. То есть если мы дали чему-то имя, то по этому имени будет одно и то же всегда. Как это работает? То есть вот у меня объявлен x, который равен 10. Дальше я объявляю функцию f, которая захватывает этот x, равный 10. Когда я объявляю новый x, который равен предыдущий x на 10, он его закрывает, и тот x дальше в области видимости не виден. При этом функция по-прежнему использует тот x, который она захватила. Вот это, по сути, есть прозрачность ссылок. Ну, в ECMAScript 6 у нас появилась возможность создавать константы, что нам тоже помогает в некотором плане похожим образом. Также, значит, функции чисто в функциональных языках являются однозначными. То есть при одних и тех же входных данных они должны возвращать одни и те же выходные результаты. Каким образом это достигается? То есть функция не должна менять состояние, которое находится вне ее. То есть в первой части вы видите функцию, которая берет значение константное и его используют. Во втором случае она берет и работает с переменной. И она уже тогда не является однозначной. То есть она недетерминирована. Мы не можем в каждый момент времени знать, что вот при этих входных данных получится такой же самый результат. Вы думаете, вы видели страшные вещи? Тогда мы продолжим, чтобы вас удивить. Был такой математик Haskell-Кари. Слышали про такого? В честь него еще язык программирования назвали. Haskell, да. Но еще назвали в честь него такой процесс, как карирование функции. То есть если у нас есть функция, которая принимает несколько аргументов, мы ее можем разбить на несколько функций, которые принимают по одному аргументу и возвращают следующую функцию. Ну вот пример на JavaScript. Как это может выглядеть? В функциональных языках это происходит автоматически. То есть если я написал вот так вот возведение в степень аргумента через пробел, то у меня функция автоматически карированная. Что это нам дает? Это нам дает частичное применение. То есть мы можем применять эту функцию по очереди к аргументам. То есть берем функцию возведения в степень, применяем к двойке, получаем функцию возведения в квадрат. Вот такая вот классная вещь. Так же у нас есть такая вещь, как функции высших порядков. Кто-то скажет, что это? Кто пишет на JavaScript? Все, наверное, но вы их используете постоянно. Значит, функции высших порядков это такие функции, которые принимают на вход функцию или возвращают функцию в результате. То есть вот функция map, которая берет массив и применяется к каждому из его элементов и возвращает новый массив. Она является функцией высшего порядка, потому что она принимает другую функцию. В нашем примере она берет и подсчитывает количество символов в каждой строке этого массива. Есть еще в функциональном программировании такое понятие, как строгое и нестрогое выполнение. Для того, чтобы осознать это, надо задать себе вопрос. Что произойдет при такой записи? Ну, в JavaScript мы получим исключение, правильно? А в языках, которые применяют нестрогое вычисление, мы получим просто результат, потому что он просто посчитает количество элементов. Ему там все равно, что в них внутри. В ES6 появилась деструктуризация объектов и всего остального. Это тоже пришло из функциональных языков. То есть здесь, как видите, мы объявляем объект, а потом можем по его свойствам разбить его обратно в переменную. При этом нам не обязательно писать все, то есть мы можем только то, что нам надо оттуда получить. Это же самое мы можем делать с параметрами функции. То есть вот у нас в функцию приходит объект, у него есть какие-то поля, и мы их сразу присваиваем в аргументы и дальше используем. Очень удобно. То же самое мы можем делать с массивами. Это вообще круто. То есть мы описываем, как будто у нас слева массив, а внутри него переменные. И в эти переменные сразу записываются значения. Если массив длиннее, то эти значения потеряются. Если массив короче, то у нас будет undefined, там, где не хватило. Также мы можем остаток записать в отдельную переменную, применяя оператор три точки. Ну и ES6 пошел еще дальше и позволил нам в этих деструктуризации задавать значения по умолчанию. То есть если у нас там в объекте чего-то не нашлось, то задастся значения по умолчанию. И чтобы всем этим удобно пользоваться, нам нужны специальные типы данных. То есть раз у нас есть прозрачность ссылок, то мы должны гарантировать, что в ссылке объект тоже не меняется. Для этого нам нужны неизменяемые объекты. Но объекты же надо как-то тоже получать их измененные копии. Для этого удобно использовать специальный синтаксис. Ну, в JavaScript его нет. Я попробовал это симулировать с помощью функции with. То есть у нас есть два параметра. Мы можем передать какой-то один из них, получить измененную копию. Кто-то пользовался вообще вот этим функцией freeze? А сил? Ну, я вас призываю почитать про эти функции. Это очень полезные функции, которые вам потом помогут сэкономить много времени на дебаге. Ну и подведем небольшие итоги. То есть в функциональном программировании у нас много упрощений сделано для того, чтобы мы могли быстрее писать. То есть у нас есть вывод типов. То есть Fsharp, он строго типизированный язык, хотя выглядит, что мы там ничего нигде не описывали. А он все знает и выводит. Ну и всякое такое. У кого есть такое ощущение? Ну, это еще не все. Дальше у нас продолжит Алексей. Теперь поговорим о том, как использовать Fsharp в браузере. То есть зачем он нам нужен, если мы не можем говорить о наших веб-приложениях. И также немножко об самом Fsharp. В Fsharp больше типов данных, чем JavaScript. Это дает нам большую свободу выбора. Есть особый тип unit, который, можно сказать, повторяет тип undefined. То есть представляет себя что-то типа ничего при возврате нашей функции. Cortesh, tuple, это представляет из собой упорядоченный набор значений. Реализация его в JavaScript не является необходимой, так как объект полностью повторяет то, что он делает. Необязательно тип optional type. Он позволяет избавиться от nowpoint or exception, так как он содержит в себе два подтипа. some и none. То есть some — это когда что-то есть, а none — когда нет ничего. То есть мы можем проверять наши значения, которые к нам приходят на наличие в нем чего-либо. Запись record — неизменяемый тип. Легко создавать копию. Это, можно сказать, класс со встроенным функциям сравнения по значению. Например, мы создаем экземпляр нашего класса point3d, point1, point2 и point3. Point2 и point3 у нас с одинаковыми значениями, потому в значение переменной записывается true. Viz — это просто изменяет наш объект, создавая его копию, заменяя одно из значений этого объекта. Размеченные объединения. В некоторых языках есть такой тип, как перечисление, то есть перечень поименованных конкурентов. Это похоже на перечисление, только каждый элемент которого может содержать в себе данные. Ница измерения. При расчетах часто сталкиваешься с тем, что надо сопоставлять метры, килограммы и прочее. То есть, грубо говоря, типеризируем наши значения переменных, и у нас не получится поделить яблоки на деньги. И мы можем задавать свои типы данных и использовать их при вычислениях. В ином случае нам... Вычислилительные выражения. Это примеры реализации генератора с помощью вычислилительных выражений на F-Sharp. Но вычислилительные выражения представляют собой не только генераторы, такие, как есть в JavaScript. Они представляют расширение F-Sharp. Например, с 9 по 16 строку отопрошен код, выполняющий посылку вычисления на кластер. Поставщики типов. Да. И еще одна уникальная фишка F-Sharp – это поставщики типов. Значит, что они нам дают? Если у нас есть какие-то данные, то определенный поставщик типа, написанный под эти данные, может нам из этих данных сделать схему. Смотрите, что происходит в примере. То есть у меня есть некоторое регулярное выражение, в котором я создал группу Reward Value. Назвал, чтобы получить из нее значение. Соответственно, мой поставщик типа прочитал эту строку и определил, что там есть группа. И дальше он мне позволяет к ней обратиться через точку, вот на строке 10. Если бы у меня не было поставщика типа, мне пришлось бы туда обращаться через строку, как закомментированный вариант на строке 11. Соответственно, если я использую поставщик типов, у меня компилятор за меня проверяет, есть ли там такая группа или нет. То есть если бы там такой группы не было, он мне выдал бы ошибку и даже не скомпилировал это. Ну и это можно использовать в разных других случаях, про которые мы расскажем. Согласитесь, крутые возможности. Теперь давайте на F-Sharp веб-приложение. Встречайте фанскрипт, транслятор F-Sharp в JavaScript. Что нужно для использования библиотек одного языка в другом? Кто-то использовал? Для этого нужен FFI, Forging Function Interface, то есть механизм, который позволяет использовать в одной программе методы и сервисы, написанные на языке. То есть чтобы использовать какой-то другой язык в нашем языке, у нас мы должны написать адаптирующую библиотеку, которая позволяет получить информацию о тех сущностях на том или ином языке. Но писать каждую библиотеку, допустим, при разработке на F-Sharp, это очень долго. Существует альтернатива, это использование стандартного тайп-провайдера для TypeScript. То есть на Defined Retype, это GitHub репозитория, находится описание на TypeScript большинства библиотек, написанных на JavaScript. То есть там по факту хранятся синглатуры методов и интерфейса. Кто-то разрабатывал на TypeScript? Ну, кто не знает, что это, это как JavaScript, только типизированный. Это расширение, написанное Microsoft для JavaScript. Он включает в себе новшества, которые вошли в VS7 и VS6, и он уже сейчас работает во всех браузерах. С помощью интерпретации, естественно, JavaScript. То есть при использовании Type-провайдера стандартного и описания типов мы получаем возможность с нашего F-Sharp кода пользоваться функциями в JS коде. И впоследствии, после того, как мы написали нашу программу, фанскрипт транслирует наш код, написанный на F-Sharp в JavaScript. И его мы уже можем использовать в браузере. Сейчас скажу дему. Да, сейчас мы вам покажем сначала пример один из туториала для фанскрипта с WebGL и 3D. Значит, здесь мы подключаем библиотеки TypeScript для работы с TypeScript. И библиотеки уже готовые, которые есть для работы с WebGL. Ну и дальше описываем создание мира и инициализируем сцену для рендеринга. Нет, ну давай покажем теперь, как это выглядит. Нет, это не столь важно. Потом в конце самое важное интерпретация. А вот здесь вот проходит, собственно, преобразование в JavaScript. В JavaScript. То есть мы берем вот то все, что было до этого и компилируем JavaScript с помощью вот таких, такого небольшого кусочка кода. У F-Sharp есть F-Sharp Interactive, которые это умеют запускать. То есть можно протестить сразу как бы в консольке. Ну вот такая вот сцена 3D. Это пример из фанскрипта. Да. Ну и дальше мы написали небольшое приложение, используя Angular первый. Здесь подключаются стандартные библиотеки фанскрипта, F-Sharp и Angular. Значит, приложение рассчитывает страховку ОСАГО. Кто-то покупал такую страховку. Здесь они открываются. Особенность здесь описываются операторы, то есть некоторых операторов на F-Sharp, естественно, нет. Мы описываем свои операторы, которые толком в нашем коде ничего не означают, но при интерпретации в JS они превращаются в JS операторы. Особенностью разработки на F-Sharp является то, что все объекты наши должны быть четко типизированы. То есть все модели, которые мы передаем, у них должен быть определенный тип, который мы заранее описали. То есть мы четко знаем, с чем мы работаем в данный момент времени. Вот мы здесь описываем типы, те, которые у нас будут в view. Потом описываем модель. Ну, мы для демо модель описали прямо в коде, то есть дальше это, конечно, должно грузиться с сервера. У нас есть методы, которые преобразовывают данные модели. То есть мы методы тоже должны строго типизировать. Ну, а выглядит немножко страшно, но если немножко к этому привыкнуть, я думаю, вам понравится. Да, мы создаем наш модуль. Он создается приблизительно так же, как и на обычном JavaScript. Создаем наш контроллер, подключаем директивы. Вот те операторы, которые мы переопределяем, собственно говоря, чтобы оно работало. И отправляем на ignore. То есть если мы хотим, чтобы оно вообще ничего не возвращало и было как обычная функция, мы должны эту функцию посредством отправлять на ignore. Впосредствии интерпретируем наш код в JavaScript по указанному нам адресу и подключаем его к нашему коду. Вот такое приложение. Можно зайти. Мы его опубликовали на Azure. TestAppNonstopAzureWebsites.net Вот. Ну, а сам сайт хостится на SpNet Core. Так, ну и зачем всем этим заниматься, собственно? Значит, смотрите, это по данным Stack Overflow результаты опроса прошлого месяца по поводу средних зарплат. Вот. Как видите, Scala и F-Sharp в лидерах. А это рост зарплат за последний год. Смотрите, тут и другие функциональные языки довольно впереди. Вопрос. Вы сказали, что F-Sharp – это, во-первых, язык компилируемый, а во-вторых, он математически правильный. Да. Означает ли это, что для него не совсем критично писать юнит-тесты и насколько это применимо к подобному подходу, если его использовать в ECMAS Carrips 6.6? Ну, по сути, да. То есть, если использовать F-Sharp чисто в функциональном стиле, то как бы там он является более детерминированным, результат более детерминирован и как бы и тестов там меньше нужно, если писать. Вопрос относительно производительности этого чуда, потому что, если честно, у меня возникли легкие сомнения. Интерпретаторы обычно медленнее, чем естественные языки. И как это все оптимизировать, как это все будет работать в плане скорости? Ну, это же не на лету происходит. То есть, мы написали F-Sharp код, дальше мы его преобразовали в JavaScript. Дальше у нас уже готовый JavaScript. То есть, это как процесс компиляции, и оно потом все выходит? Да, да. То есть, ну, по сути, все работают, все вот… Тогда вопрос, почему не написать сразу на JavaScript? Ведь это проще. Ну, смотря что писать. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Там прозвучало такое, что на F-Sharp можно на Angular писать, да? За счет чего это достигается? За счет того, что специальный релиз Angular или же любой JavaScript, фреймворк или любая библиотека, даже jQuery, она просто подключаешь и сразу используется. Да, именно так. То есть, как мы говорили, есть два подхода. То есть, для самых популярных библиотек есть уже пакет, который описывает этот фреймворк. То есть, какие там типы и так далее. Интерфейс. Ну, да, то есть, интерфейсы описывает, да. И мы их дальше используем. Для тех, которых нет, для них есть на definitely typed описание для TypeScript, который мы можем подключить. Вот. И дальше, по сути, наш JavaScript, наш F-Sharp преобразовывается в JavaScript, который использует дальше вот эти библиотеки, исходя из их описания. Ясно. А тогда теперь опять вопрос про тестирование. Если мы подключаем jQuery или Angular, как юнит тестировать такой код? Там замокать как-то надо теперь. Ну, это такой вопрос. Довольно сложный. Понятно. Ладно, спасибо. Очень интересный доклад. Я сама работала с C-Sharp, поэтому я слышала про F-Sharp, но как бы лично с ним не сталкивалась. Я хотела бы ответить всем на вопрос, кто спрашивает, вот нафига вы, типа, пишете на F-Sharp, почему сразу на скрипте нельзя написать, ну, на JavaScript. Дело в том, что F-Sharp и C-Sharp, они более высокие языки программирования и более функциональны в этом плане. С точки зрения объектно-ориентированного программирования JavaScript слишком запутан, и его тяжело понять. То есть человек, который, например, начинал с Java, или с того же C-Sharp, ему разобрать ООП JavaScript довольно-таки сложно. И поэтому, если человек изначально был обучен C-Sharp, ему проще перейти на F-Sharp, и если у него стоит задача там с веб-разработкой, то ему, чтобы не углубляться в изучение JavaScript, проще написать на F-Sharp и интерпретировать это в JavaScript. Да, еще нужно помнить, что C-Sharp и F-Sharp – это две огромные разницы. База одна. Да, база одна, то есть… Все зависит еще от проблемы и постановки задачи. То есть есть задачи, которые JavaScript не может там функционально как-то выполнить, его проще написать на другом языке. То есть это все зависит от задачи, постановки задачи. То есть ставить кардинальный вопрос, зачем вы пишете на F-Sharp, а потом как бы переписываете, интерпретируете в JavaScript – это как бы неверная постановка вопроса. Нет, вопрос, я соглашусь, это не очень правильно. Правильный вопрос – это можно привести пару классических типовых задач, где F-Sharp прям жжет, а C-Sharp или классический подход императивно нет. Ну смотрите, вот у нас был один пример, который абсолютно уникальный – это типы данных. То есть типы единицы измерения, в смысле. Если нам нужен какой-то расчет, то как бы тут выбор однозначен. Я вообще сейчас в первую жизнь увидел, что такое F-Sharp. Когда вы впервые познакомились с этим языком и когда вы для себя решили, что вот это ваш язык и расскажите о своем первом успешном проекте на нем? Я услышал о нем впервые в 2009 году. Я смотрел на Channel 9 видео с Лукой Боланьеза, который занимался .NET языками. Вот был там главным менеджером. И он сказал такую фразу, что он программировал раньше на C-Sharp, а потом попробовал F-Sharp и стал лучше программировать в принципе. Мне это стало очень интересным. Дальше я… Дальше в 2010 году F-Sharp вошел полностью в поставку Visual Studio. Я себе купил книжку по F-Sharp. Ну и как бы уже к конкретному написанию я пришел на самом деле в этом году. Вот. И вот сейчас мы разрабатываем в нашей компании проект на F-Sharp. Ну и его часть проект занимается тем, что это десктопное приложение для конфигурирования установки для расчета, установки для вентиляции. Вы сейчас запустили проект на F-Sharp. Помимо того, что ваша команда, как я понимаю, пишет на C-Sharp, то есть в .NET, какие-то еще факторы были объективные для того, чтобы выбрать именно F-Sharp? Ну то есть а не посадить фронтендеры, которые на JavaScript по сути тоже самое напишут. Ну вот этот проект, который мы показали, это мы сделали просто демо для этой презентации. Да. А, тот большой, но там же нет фронтенда. То есть там десктоп-приложение. Нет, это просто способ использовать F-Sharp на фронтенде. То есть вот этот способ через F-Sharp использовать вот все, что написано F-Sharp, то есть писать логику с использованием функционального языка и в том числе и на фронтенде. Я правильно ответил, да? Да, правильно. То есть примеров коммерческого использования вот F-Sharp для построения именно вот интерфейсов на фронтенде. Вот есть коммерческие примеры? Нет, я не находил.